Это неделя. 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Война резолюции в совбезе ООН. У России и Западной Европы разные сценарии. Будет ли трибунал по сбитому Боингу? Президентские выборы в Беларуси. Начался сбор подписей за кандидатов. На старте 8 человек. Расскажем, кто есть кто. Судебная драма для режиссера. В Ростове-на-Дону начинается процесс над украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Обвинение говорит о терроризме. В Азербайджане суды над журналисткой и правозащитниками. Кто и как им может помочь? Комментарий бывшего политзаключенного. Мы будем защищать свою страну. Так же, как украинцы защищают свою страну. Министр обороны Грузии дает эксклюзивное интервью нашей программе. Целая неделя за полчаса. Начинаем. Пока над воюющим Донбассом разносится эхо канонады, на неделе взрывы гремят в Донецке и Авдеевке, в зале Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке эхо споров. Говорят о том, как и в каком формате наказывать виновных в гибели малазийского Боинга. Общий язык не могут найти Россия с одной стороны и Украина, Малайзия, Нидерланды, Австралия и другие страны с другой. Вон начинается фактически война двух резолюций. В первой, малазийской, предлагается создать международный трибунал. Россия не согласна, считает судить кого-либо пока рано, предлагает свой вариант резолюции. В ней акцент делается на необходимости более прозрачного расследования. Совбез перед выбором. Голосование по итоговой резолюции переносят на следующий понедельник, 27 июля. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин таким решением остается доволен. Мне кажется, что эта спешка преодолена. И если спокойно, тщательно поработать, то можно выйти на достойное решение. Что кроется под словами «достойное решение» остается непонятным. Если достичь такого решения у Совбеза ООН не получится, Россия может воспользоваться правом вету. Если Россия применит право вета, то международный трибунал будет недоступным. Это оставляет потенциально возможными две другие опции. Первая – трибунал, поддержанный ООН. Вторая – возможность суд в Нидерландах. Даже если малазийскую резолюцию примут, до начала судебных заседаний пройдет еще не менее двух лет. Но в любом случае высшей меры наказания для виновных в крушении Боинга будет пожизненное заключение. И теперь в Беларусь. Начался сбор подписей за кандидатов в президенты выборы 11 октября. По закону, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, за месяц нужно собрать 100 тысяч подписей. В понедельник Центр избирком страны отказывает в регистрации инициативной группе Николая Статкевича. Гражданское общество, белорусская оппозиция, а также ЕС и Соединенные Штаты считают его политзаключенным. В итоге на старт выходят 8 человек. Кто есть кто? Всех кандидатов, обозреватель Белорусской службы радиосвобода Юрий Дракохруст делит на 4 группы. Одна группа представлена одним действующим президентом Александром Лукашенком. Есть группа также, ну скажем так, в той или иной степени провластных кандидатов, как их еще называют, спарринг-партнеры президента. Это лидер Либеральной демократической партии Сергей Гайдукевич, такой белорусский аналог Владимира Жириновского. И Николай Улахович, лидер Патриотической партии, который вообще идет на выборы, говоря, что мы поддерживаем Александра Лукашенко. Есть также кандидаты, которых так, может, не очень вежливо называют кандидатами-чудаками. Это экономист Виктор Терещенко с такой достаточно невнятной политической позицией. И безработная Жанна Романовская, которая вообще не очень понятно, каким образом попала в эту команду. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению, как говорят, это представители оппозиции. Это лидер партии левых, бывшей коммунистической партии Сергей Калякин. Это представительница коалиции «Народный референдум» Татьяна Короткевич, вот еще одна женщина. И, наконец, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. То есть, ну, неким образом, можно сказать, политический спектр представлен. Еще стоит сказать о двух кандидатах, которые не были зарегистрированы, то есть им даже не дали возможность собирать подписи. Один очень серьезный, другой очень смешной. Серьезный кандидат – это политзаключенный Николай Статкевич. Он участвовал в прежних выборах в 2010 году, был одним из лидеров протестов после выборов. И вот получил шесть лет тюрьмы, пять из них он уже отсидел. Определенные политические группы выдвинули его как кандидата в президенты. Им было отказано на том основании, что вот как бы по закону человек, который сидит в тюрьме, не может быть кандидатом. И еще один кандидат – бомж, который тоже, так сказать, выдвинул себя и начал такую достаточно веселую стебную кампанию. Ну, авторитарная власть очень не любит юмора, стеба, она его плохо понимает. Вот, и поэтому решили, так сказать, и одного, и другого, в общем, что называется, от греха подальше, с самого начала вывести, вырубить из кампании. Мне остается добавить, идти несколькими колоннами оппозиционные кандидаты решают не сразу. Сначала они пытаются договориться о едином сопернике Лукашенко, расходятся после того, как общего языка в своих стратегиях не находят. Такой сценарий власть, безусловно, устраивает, сходятся во мнении независимой аналитики. Семь дней за полчаса. Далее у нас судебная драма для режиссера. На неделе в военном суде Ростова-на-Дону начинается процесс над украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, а также активистом Александром Кольченко. Оба настаивают на том, что их дела политические, и никакие они не террористы, виновными себя не признают. Дарья Соловьева. Слушание проходит в условиях повышенных мер безопасности. На скамье подсудимых – кинорежиссер и гражданский активист. Их обвиняют в причастности к нескольким терактам. В частности, речь идет о поджоге дверей общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия». По версии обвинений, Сенцов также готовил взрывы 9 мая в Симферополе, а дома хранил взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и националистическую атрибутику. Сенцов свою причастность ко всему сказанному категорически отрицает. На суде адвокаты еще раз обращают внимание на то, что Сенцов и Кольченко не являются гражданами России. У обоих паспорта украинские. И просят суд разрешить обвиняемым встречу с консулом Украины. Но сторона обвинения считает иначе. Оба граждане России, поскольку на момент совершения преступления, проживали в Крыму. Подсудимые Сенцов и Кольченко являются гражданами Российской Федерации. Нашим законодательством свидания граждан Российской Федерации с консулами иностранных государств не предусмотрены. Встречу с консулом обвиняемым все-таки разрешили. Правда, после суда. Потерпевшими по делу выступают двое жителей Крыма. На вопрос, как подожженная дверь, а этот эпизод проходит по статье «Теракт», дестабилизировала обстановку на полуострове, потерпевшие пояснить не смогли. Сумма ущерба в случае с поджогом составила 30 тысяч рублей. Это около 500 долларов. Сестра Сенцова говорит, брат признался ей, что в СИЗО в Симферополе ему грозили изнасилование, надевали на голову пластиковый пакет, требуя признаться в поджоге и подготовке терактов. Это подтверждает и адвокат подсудимого. А Сенцов просто-напросто так относится к данной судебной системе, потому что его пытали, что вы хотите от человека, которого пытали, как бы, говорит, сотрудники ФСБ, которого долго уже содержат в местах лишения свободы и фактически не дают возможности общаться с родственниками. Я думаю, что у каждого человека нет места. Если Сенцова признают виновным, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кольченко может попасть за решетку на срок до 20 лет. Дарья Соловьева, Неделя. На неделе в Ростов-на-Дону под конвоем доставляют украинскую летчицу Надежду Савченко, сообщают адвокаты. Слушания по ее делу будут проходить в Ростовской области. По версии обвинения, именно там Савченко пересекла границу России, а значит, там должен быть и суд. Предварительные слушания назначены на 30 июля и пройдут они в закрытом режиме. Мы готовимся к плане. Мы готовимся для того, чтобы стать членами Евросоюза, для того, чтобы стать членами НАТО. Министр обороны Грузии дает интервью нашей программе. Мы говорим о границах страны, которые усилиями российских пограничников сжимаются. Смотрите через несколько минут. А прямо сейчас наш эфир для эфира коллег. На неделе крымско-татарский телеканал АТР возобновляет работу. В вечернее время начинают выходить выпуски новостей. После того, как Россия не выдает каналу лицензию, часть команды перебирается в Киев и теперь оттуда рассказывает о событиях в Крыму, Украине целом и в мире. Юлия Дрозд. Приветствую в эфире новости. Сегодня информационная служба новостей на телеканале АТР возобновляет свое вещание. Выпуск это 15 минут в прямом эфире. Три раза в день. На украинском, русском и крымско-татарском. Девять лет они вещали из Симферополя. Основная аудитория – крымские татары, коренной народ полуострова. После аннексии Крыма России новые власти отказали телеканалу в лицензии. 31 марта у них был последний эфир. Мы не такое переживали. Те, кто ехал в селячьих вагонах в далекую ссылку и терял по дороге родных, друзей, тела которых вертухаи просто выбрасывали из вагонов и сгружали на коротких остановках, им было труднее, чем нам сейчас. Они уходили из эфира под аплодисменты. Через три с половиной месяца у АТР новая редакция. Теперь уже в Киеве. Им не хватает людей, техники, но, говорит главред информбещания, все это не важно. Главное, смогут рассказывать о событиях без российской цензуры. Мы используем слово аннексия. Конечно же, респонденты здесь, они будут, наверное, использовать слово оккупация. Мы этого избегаем просто только по одной причине – чтобы не подставлять наших журналистов там. Новости с полуострова будут получать от блогеров, местных жителей и стрингеров. Правда, утверждают, слышать точку зрения тамошних чиновников пока сложно. Мы бы хотели звонить всем сторонам. Мы не пропагандистский канал. Мы канал новостей. Мы хотели бы знать мнение другой страны тоже на любую новость. Но там же уже всем как бы настоятельно рекомендовали не общаться ни с какими журналистами, которые не просто там с бейджем АТР или с удостоверением АТР, а даже просто напоминают сотрудника АТР. После первого эфира – памятное селфи. Ирина Клименко, Максим Елисеев, Юлия Дрозд. Настоящее время. Киев. Это неделя. Сергей Дрофеев. И впереди у нас эксклюзивное интервью министра обороны Грузии. Как собирается реагировать Тбилиси на новые изменения границ страны? Как мы уже рассказывали на Медне, жители грузинского села Хурвалетти Горийского района, проснувшись как-то утром, обнаружили, что теперь их село входит в состав непризнанной республики Южная Осетия. Российские военные в регионе по поручению властей самопровозглашенной республики установили соответствующий баннер и забор. Вспоминая войну с Россией 2008 года, возникает вопрос, а что будет сейчас? Как понять такой шаг? Это главное, о чем мы говорим с гостей программы, министром обороны Грузии Тенатин Хидашели. Беседует моя коллега Шахида Якуб. Границы Грузии и самопровозглашенные Южной Осетии постепенно передвигаются не в пользу Грузии. Грузия почему-то каким-то образом теряет эти маленькие кусочки земли. Как долго бы намерены терпеть? Там ничего нового не происходит, к сожалению. Для России эти границы так называемые были уже в 2008 году, в октябре, когда они впервые объявили об этом, а потом уже в апреле 2009 года, обозначены. Начиная с 2009 года, апреля 2009 года, были разные процессы. Грузины думали, что или деревня, которая там живет, думала, что они пошли на 2 километра больше или на 200 метров меньше, но в реальной жизни обо всем этом они эти заявления делали. Я могу сказать с полной ответственностью, что ничего нового сегодня, вчера, за эти годы, за эти 7 лет после оккупации не происходит. Все эти провокации, если мы посмотрим на календарь этих провокаций, абсолютно все можно прочесть. Когда Россия начинает активизировать свои ресурсы, которые она имеет в ужной сети, скажем. Или когда она начинает ставить следующий баннер, когда что-то очень важное происходит для Грузии на международной арене. До каких пор вы будете? Где та точка, где Грузия скажет, окей, все, все эти провокации уже нам надоели, и мы начинаем ответный удар? Министры обороны Грузии о таких точках не говорят. И ни одной страны не говорят. Если мы говорим, что вот это конечная точка, это означает, что после этого мы начинаем войну. Мы не готовимся к войне. Мы готовимся для того, чтобы стать членами Евросоюза, для того, чтобы стать членами НАТО. Грузия готовится для того, чтобы быть независимым, демократической страной. Вам не кажется, что членов Азербайджанского альянса беспокоит то, что если вдруг Грузия станет полноценным членом, то тогда Россия, в принципе, может развязать войну, и весь альянс будет всянуть в эту всю очередную заворуху? Кто защитит эту Грузию, если вдруг завтра Россия, огромная Россия? Мы будем защищать свою страну. Так же, как украинцы защищают свою страну. Моя задача защитить свою страну теми силами, которые у нас есть. И теперь в Азербайджан. Завтра в Бакинском суде по тяжким преступлениям второе заседание по делу известных правозащитников Лейлы и Арифа Юнус. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. У супругов серьезная проблема со здоровьем, сообщают их адвокаты, отмечая все ходатайства об изменении меры пресечения подзащитным, о необходимости проведения фото- и видеосъемки процесса, на первом заседании суд отклоняет. Уходящая же неделя запомнится подготовительным заседанием по делу журналистки Хадиджи Исмайловой. Ее обвиняют, в частности, в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями. В здании суда гражданские активисты и коллеги-журналисты, протестуя против процесса и с целью поддержки Хадиджи, устраивают флешмоб, аплодируют. Хадиджа! 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 Кстати, такие же протесты под аплодисменты устраивали и в Беларуси жители Минска. Было это после президентских выборов 2010 года, за что часть протестующих оказывалась в изоляторе временного содержания. Но вернемся, чтобы поговорить о настроениях в Азербайджане, реакции Европы и США на наличие в стране узников совести, я приглашаю для интервью бывшего азербайджанского политзаключенного, сидевшего за политическую сатиру при отце Ильхама Алиева Гейдаре Аливе, Аяза Ахмедова. Фрагмент нашей беседы. Здравствуйте, Аяз. С одной стороны, Ильхам Алиев и не раз давал понять, что Баку не указ мнения международного сообщества по поводу заключенных, а с другой стороны, судебные процессы над супругами Юнус, над Хадиджа и Смайловой, начинаются не перед, не во время, а сразу после европейских игр, то есть когда все международные визитеры уехали. Алиев, по-вашему, все-таки не решает таким образом обострять отношения с Европой из-за политзаключенных? Дело в том, что сроки Олимпиад было ясно заранее, видимо, было дано указание, чтобы начать эти процессы после Бакинских игр. Дело в том, что судебная власть в Азербайджане – это предаток исполнительной власти, и они легко управляемы, в том числе и сроки. Власти в Азербайджане, они к сегодняшней ситуации шли поэтапно, шаг за шагом, как бы делая разведку боем и выясняя реакцию Запада к этим вопросам. За освобождение политзаключенных борются правозащитники, а вот политики, те же Соединенные Штаты ограничиваются заявлениями об озабоченности ситуации, какие-то околополитические инициативы возникают. И порой складывается такое стойкое ощущение, что азербайджанские политзаключенные, они предоставлены сами себе. Выгодное географическое расположение Азербайджана, непростая ситуация сейчас в регионе, богатые недра страны – все это, по-вашему, делает позицию США и Европы менее категоричной в этом вопросе? В частности, несомненно, это одна из причин. Американские политики, даже во время обсуждения прав человека в Азербайджане, очень часто добавляют, что Азербайджан является стратегическим партнером Соединенных Штатов. Критики часто отмечают двойные стандарты, в том числе внешней политики США, по отношению к Азербайджану. Лейла Юнос, то есть ее обвиняют в шпионаже. Дело в том, что я прекрасно знаю мотивацию правоохранительных органов Азербайджана. Если бы у них были бы малейшие факты того, что Лейла Юнос работала на… Эти факты давно уже крутились бы по всем телеканалам. Дело в том, что в Азербайджане арестуют людей, а потом уже думают, как будет засадить. Стасю. Спасибо за участие. В 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. Проходит довольно много времени и звонит телефон. Я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом. «Тебя придавил лед, и тебе не удалось разбить его». Марина Влади. Отрывок из книги «Владимир или прерванный полет». 35 лет назад уходит Владимир Высоцкий. Короткое сообщение о смерти появляется лишь на страницах вечерней Москвы и советской культуры. О месте времени прощания газеты и ТВ молчат. И несмотря на это, несколькими днями позже у Таганки соберутся сотни и сотни тысяч человек. Ну а всего за полгода, за полгода до смерти, Высоцкого первый и последний раз приглашают на Центральное ТВ. Вот в такую вот студию. В программе «Кинопанорама» он поет свои песни и говорит с телезрителями. Мы покажем фрагмент того эфира, а сразу после несколько цитат современника Высоцкого и отрывков его выступлений. Ну что же, сейчас начинается настоящая работа. Я позволю себе снять куртку для того, чтобы не сковывало движение. Он не щадил своего сердца, он жил в разнос. Когда особенно было тяжело, просил, кричал, помедленнее, чуть помедленнее. Но, видимо, помедленнее он не мог. Таков был Норов, такова была личность. Григорий Чухрай, режиссер, сценарист, педагог. Пропадаю, пропадаю, Чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее, Вы тугую не слушайте плеть. Ты был душой нашей. Ты есть счастливая частица наших биографий. Биографии всех тех людей, которые сталкивались с тобой. Ты стал биографией времени. Валерий Золотухин, актер театра и кино. Владимир был неукротимый человек. Он рвал свое сердце, оно не выдержало и остановилось. Мы мало охраняли его при жизни, но, видно, такова горькая традиция русских поэтов. Юрий Любимов, режиссер, актер, педагог. Способен ли кто-нибудь руками удержать взлетающий самолет, даже если знаешь, что после взлета он может погибнуть? Его несло, но остановиться не мог. Алла Демидова, актриса театра и кино. Самолет, а вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, не облаков. И хоть сейчас лети до Ашхабада, открыты Киев, Харьков, Кишинев. И Львов открыт, но мне туда не надо. А что же было? Был поэт, был голос, была гитара, было печальное время. Всякий маломальский думающий человек осознавал эту печаль. Ощущал упадок, нравственные потери. Булата Куджава, Барт Прозаик. Он обладал поразительным даром песни, через которую любил, ненавидел, презирал, нежно относился, надеялся, мечтал, болел, мучился. Его песни любили, не любили. Его песни шокировали, удивляли, восхищали. Михаил Ульянов, актер, режиссер. Я не люблю манежи и арены. На них миллион. Меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Это была целая неделя за полчаса. Семь дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали. Субтитры подогнал «Симон»!